Сначала пришли мужички, женихи Муся начали в нашей кнопке, а теперь появилась наша королева Муся. Кушаем мы, хорошая. Долго ты долго спишь, ребята-то пришли там часа два как назад, правда тоже здесь были между ними всякие разные терки-разборки. Чем-нибудь даже потом в скворечник спрятался от Кнопкина, либо там решил уже отдохнуть и хорошо покушать. Да, Мусяка? Сейчас у нас более точно мы можем идентифицировать трех белок. Это вот Мусяка наша, рыжая красавица, Кнопкин и Черныш. Других пока не наблюдали. Ну и вот, несмотря на то, что их рождается достаточно много, вот у нас первая Алекса принесла семь бельчат, потом были четыре. Билы не меньше двух-трех, это в каждом выводке. А вот одновременно, постоянно у нас навещало не более четырех белок. То есть все равно пуляция не растет, либо они мигрируют, ну и конечно многие погибают. Приводят такую статистику, что из десяти бельчат выживает только один. Это болезни, хищники, ну и недостаток питания в зиме, в том числе. Это вот на первом году жизни самый критичный период получается. Да, Мусечка? Ну, Мусечка у нас минимум два раза уже приносила потомство, пока мы с ним знакомы. Вот, посмотри, Мусечка, какой я тебе гостинчик принес. Самую-самую вкусняшку, да? Мы уже увидели, что белки на самом деле больше всего любят именно грецкие орехи. Специально в этом месте давали. Вот, кстати, здесь у нас еще такие диашечки. Да, еще грецкие, Мусечка. Кедровые орешек она попробовала. Тонюшка специально купила ей орешки, чтоб они полакомились. Ну, ну, да, да, нет. Тут все равно пошла закапывать или нет, или просто решила на удалении покушать. Таким great.